В настоящий момент мы получили заключение от организатора питания о состоянии здоровья трех работников. Это анализы на норо-ротовирусную инфекцию, они все отрицательные. Помимо этого, нам представили результаты лабораторных исследований из Центра эпидемиологии. Конкретно это результаты по поводу суточной опроби макароны отварные и суточной опроби беточки из говядины. Определенные показатели, результаты испытаний патогены сальмонеллы не обнаружены. Проводились проверки представителями Роспотребнадзора, забирались пробы воды, брались другие исследования. Вчера мы получили единственное заключение в виде официального опубликованной информации на сайте Роспотребнадзора Красноярска. В связи с распространением в СМИ непроверенной информации о якобы имевшей место 24 сентября 2021 года отравления детей в школе города Назарова, сообщаем, что до настоящего времени медицинскими учреждениями ни одного случая отравления, либо острой кишечной инфекции или других инфекционных заболеваний среди учащихся не зарегистрировано. Таким образом мы делаем вывод о том, что факт отваления, который якобы присутствовал в образовательной организации, который обсуждался активно у нас в различных источниках, он не подтверждается. Анализы на все вышеобозначенные мною пробы, они были отрицательные. Роспотребнадзор также никаких негативных проявлений анализов не обнаружил при проведении своих исследований. В таком случае, на ваш взгляд, все-таки что же с детьми-то произошло? Имея в руках вот сейчас эти заключения, я вывода официального сделать, к сожалению, не могу. Если бы у нас были результаты обследования детей, если бы у них брали анализы, возможно, это помогло бы нам сделать более правильный вывод. Я могу сейчас только строить какие-то определенные предположения, которые никоим образом я ничем документально подтвердить не могу. Для того, чтобы ситуация впредь никоим образом не повторялась, мы усилили меры контроля как внутри образовательных организаций, так и со стороны управления образованием.